Всем приветики, мои любимые, дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале. Спасибо, что зашли ко мне в гости. Сегодня я буду убираться и разбираться в нашей спальне, а самое главное, мне пришли очень классные, крутые, долгожданные покупки. В общем, все распакую, все покажу, все расскажу. Оставайтесь со мной, обязательно смотрите это видео до конца. И, конечно же, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Твою уборку сегодня я начала с того, что убираю все на комоде, на столе, все горизонтальные поверхности. Все-таки всегда это сборище того, что просто нужно взять и положить. Почему-то никогда ничего не убирается на место, а все просто накидывается на такие горизонтальные поверхности, на столы, на комоды. Мне кажется, так у всех, что если есть стол, комод или полочка, всегда там будет что-то накидано, если за этим постоянно не следить. А я постирала шторы и теперь нужно их погладить. Вообще, если честно, мне нравится гладить шторы, нравится их стирать. Мне очень нравится, когда чистые шторы. Мне кажется, шторы, конечно, собирают пыль, и поэтому я достаточно часто их стираю. Примерно где-то раз в два месяца, может даже бывает и чаще. Ну вот, один портьер я уже погладила, теперь глажу второй. Также быстренько все повесила. Эти шторы я заказывала на Валперес, они там стоили совсем недорого, что-то порядка 1800 рублей. Эта штора полный блэкаут, очень красивая, мне понравится. В общем, заказала. Такий, можно сказать, временный вариант. Совсем скоро, надеюсь, мы уже закончим стройку, переедем в новый дом, и туда я уже куплю новые шторы. А пока я вешу эти, смотрится, в принципе, очень даже ничего. Аккуратно все красиво поправляю. Теперь нужно вытереть пыль на подоконнике. Цветочки сегодня поливать не буду, потому что поливала их недавно. Нужно, как всегда, разобраться с этой вешалкой, потому что это единственное место в доме, где у нас висят вещи. У нас, как вы заметили, нету здесь шкафов в этой квартире. Ну ничего, как-то мы живем без шкафов. У нас всего лишь два комода, и вот такая вот стойка с вещами. Кстати, хотела с вами поделиться очень клевой покупочкой. Мне пришла моя новая глянцевая бальзам-помада для губ от компании Union. У них всегда очень классная, красивая упаковка. У этой помады есть три универсальных оттенка для любого типа внешности. У меня оттенок номер три, ягодно-малиновый. У этой помады очень приятная текстура, она очень классно увлажняет губы. Она больше даже как бальзам, чем как помада. Помада полупрозрачная, с перламутровыми частицами, идеально наносится и подчеркивает объем губ. Мне она очень понравилась. Делает губы объемнее, прекрасно защищает и питает губы. А еще мне пришла моя долгожданная покупочка, как же давно я ее хотела. Это новая сушильная машинка. Давайте откроем ее вместе, распакуем, посмотрим, так сказать, первые впечатления. Я взяла сушильную машинку от фирмы Dexp. Она на 10 килограмм. Большая, красивая, мне понравилось в ней все. Я посмотрела кучу обзоров на сушильной машинке. У нее прекрасные отзывы, очень хорошее соотношение цены и качества. В общем, я сейчас ее распакую. Какое-то время я ей попользуюсь и обязательно сниму для вас обзор о этой сушильной машинке. Все расскажу, все покажу. Но пока мои первые впечатления о ней. Она очень классная, так стильно выглядит. Давайте вместе отклеим все вот эти вот пленочки. Обожаю просто это делать. Отклеивать все пленочки, все вот эти вот всякие заводские штучки. Вроде все на месте пока на первый взгляд. Да не вроде точно, уже точно знаю, что все на месте. Машинка очень классная. Точнее она не на 10, она на 9 килограмм. Но она безумно прикольная. У нее очень большой барабан. И вообще есть все, что нужно для сушильной машинки. Такая вот красивая, стильная, белая с черным. Убираем вот эти все пленочки. О, как же я обожаю это делать. Отрывать пленки от новой техники. Прям кайфую, кайфую. Хороший качественный пластик. Контейнер для сбора воды. Такой красивый, стильный черный барабан. Загружаю первый раз сушильную машинку. Поставлю на смешанной ткани. Смешанной ткани. Час 30. Ну погнали. Можно кстати включить свет. В общем вещи только что постирались. И да, мы купили не только сушильную машинку. Но сразу же решили взять новую стиральную машинку. Та стиральная машинка Samsung у нас уже около 10 лет. Она маленькая. Она на 6 килограмм. И мне правда ее не хватало. Поэтому мы купили новую стиральную машинку. Тоже фирмы Dexp. Она на 10 килограмм большая, красивая. И теперь у меня новый комплект техники. Стиральный и сушильный. Конечно же всю эту технику мы заберем в новый дом. У меня будет специальное место для стиралки и для сушилки. Но пока сушильная машинка постоит у нас в коридоре. Так как в ванную комнату сушилка просто не полезет. Сушка посушила. Белье правда сухое. Ребята, прикиньте. Прям сухое, сухое белье. Всего полтора часа. Круто. Смотри, Ваня. Смотри, сколько грязища. Это я скажу. Это я скажу. От тебя? От одежды. Ай, горячо. Тоня, смотри, сколько. Ну, горячо вот это. Вот это кошмар. Мама, вот это не надо торговать, чтобы горячее. На потолку надо пить не обносить. Пока муж устанавливает новую стиральную машинку, я быстренько решила снять постельное белье и сразу его постирать и посушить. Хочу посмотреть, сколько уйдет у меня на это времени. Я быстренько снимаю всю постель. Муж уже установил стиральную машинку. Сразу закидываю белье в стирку. Засыпаю порошок и включаю на режим постельное белье. Этот режим длится где-то около часа пятнадцати или часа двадцати. В общем, включаю стиральную машинку. Час девятнадцать режим ставлю на сорок градусов. И смотрите, каким крутым синим цветом она светится. Она не всегда так светится, только когда переключает режимы. А я пошла продолжить убираться в комнате. Протираю пыль возле кровати, пылесошу изголовье кровати, чтобы оно было чистеньким. Все-таки изголовье из ткани, его периодически нужно пылесосить, мыть. В общем, этим и занимаюсь. Теперь застилаю на матрасник. Хорошенечко его одеваю. Всегда используем на матрасник и на кровати, чтобы матрас всегда оставался как новенький. Потому что на матрасник очень хорошо защищает кровать. А тем временем у меня уже постиралась стирка. Моя первая стирка в этой машинке. Все готово. Достаю чистое постельное белье. У меня на стирку ушло где-то около часа. Ну, час двадцать. Может, чуть меньше. И теперь закидываю постельное белье в сушильную машинку. Я, кстати, уже где-то около двух раз сушила в сушилке. Заметила, что она всегда сушит быстрее, чем задано время. Допустим, ставлю на полтора часа. Но всегда она сушит намного быстрее. Примерно где-то через час она отключается. Там есть датчик температуры, который всегда видит, когда постель посушилась. Когда уже можно отключить. То есть она не пересушивает постельное белье. И вообще никакое белье не пересушивает. Вот смотрите, сколько пыли просто с одного постельного белья. Господи, как мне нравится сушильная машинка. В общем, в течение двух часов у меня чистое и сухое постельное белье, которое заново можно заправлять. Не нужно долго ждать, развешивать. Раз, два и все готово. И самое главное, я заметила, что используя сушильную машинку, она ведь собирает всю пыль, грязь, порт, особенно от наших кошек шерсть, у нас дома правда стало намного меньше пыли. Прямо гораздо меньше пыли, чем было раньше до этого. И вещи и постельное белье, высунутое из сушильной машинки, очень мягко. Теперь я вообще не использую кондиционер для белья, только для каких-то шерстяных вещей, которые не сушу в сушильной машинке. А так все постельное белье очень мягкое, теплое, классное такое. В общем, всем-всем советую купить, приобрести сушильные машинки. Это очень классно. Спасибо, что не смотрели это видео до конца. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайк. Всех обнимаю, всех целую. Всем пока-пока.